После торжественной церемонии инаугурации полномочным представителем в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым и президентом Республики Ингушетия Мурадом Зязиковым был проведен короткий брифинг. Что же касается того настроения, с которым я сюда приехал, я услышал очень много мудрых мыслей. Во-первых, эти мудрые мысли были от старейшин, которые живут здесь на прекрасной земле Ингушетии. Они дали доброе пожелание. Во-вторых, мудрые мысли были высказаны соседями. Это всеми уважаемым нами руководителем Дагестана Магомедом Алимагомедовичем, несомненно Коковым Валериям Мухамедовичем, Чубом Владимировичем и, наконец, ближайшим соседом слева, или, как мы говорим, с запада. Это Ахмед Хаджи Кадыров. Я думаю, в их выступлениях, прежде всего, и в заключительном слове уже президента Республики Зязикова Мурада, сказано было как раз и тот курс, и пожелание, куда нужно идти всему народу прекрасному Ингушетию вместе с соседями, вместе со всеми. Виктор Германович, не жалко ли вам терять своего заместителя, профессионала такого? Конечно, жалко. Но как бы там жалко не было, тут не знаю, может быть, пожалеет один полбред, но зато народ Ингушетии обрел гораздо больше. Так здесь образно сказал старейшина, мудрый, что если в Туркмении есть Сапур Мурад, то у нас, говорит, будет Супер Мурад. И этим все сказано. Это оценка его действий старейшины. Конечно же, в этом плане нужно выбирать между одним и другим. Но и то, что это случилось, я думаю, не стоит жалеть, потому что это делается во имя и во благо народа. Самое ближайшее время, между прочим, этого хотят и все люди, этого хотят и те, кто здесь живет, этого хотят, собственно, и те чеченцы, которые сейчас живут на территории Ингушетии. А параллельно с этим вопросы будут также решаться и с соседом с Востоком, или, как мы говорим, с соседом справа, с Осетией. Я думаю, что в самое ближайшее время будет встреча на соответствующих уровнях руководителей, будет принято решение, будет об этом объявлено всем, и процесс пойдет. Ну а как он пойдет? Уже вместе с вами, вместе с самым главным помощником, это пресса, будет помогать решать все эти проблемы, которые необходимо решать в первую очередь. Зарета Мухиева, ГТРК Ингушетия. Какие перспективы вы видите для нашей республики при новом президенте Мураде Магомедовиче Зязеве? Сейчас нужно нарастить все то положительное, что было сделано прежним руководством. А сейчас нужно в кратчайшее время решить быстро кадровый вопрос, определить, с кем дальше идти, чтобы это были крупные успешные шаги вперед во имя народа. Президенту Мураду Магомедовичу Зязеву были обращены вопросы журналистов, касающиеся приоритетных направлений его программы и непосредственно первых конкретных шагов в качестве президента республики. Первые очередные шаги я и во время предвыборной кампании говорил, а и сейчас говорю, это у меня, это приоритеты, это создание рабочих мест, у нас уже сегодня в послании, я об этом говорил, безработица, решение проблем, значит, других социальных, создание условий для тех людей, которые сегодня работают в сфере образования, здравоохранения, культуры. Сегодня и немаловажным, и самым главным вопросом он был и пока остается, вот Виктор Герман сейчас на этом сакцентировал внимание, это вопрос беженцев из Чеченской республики, значит, вопрос беженцев, возвращения беженцев граждан Северной Осетии, ингуштской национальности, места их прежнего проживания. Вот то самое главное, на чем я вот хочу сконцентрировать внимание, наряду с другими вопросами, безусловно, у нас задачи большие стоят, потому что сегодня в послании об этом было сказано, естественно, все это будет делаться только совместно, значит, с субъектами федерации, то есть республика одна сама как-то будет принимать какое-то решение, другая, где непосредственно эти две проблемы, такого не будет, все будет в тесном контакте двух руководителей субъекта федерации, под эгидой Южного федерального округа, его руководства и федерального центра. Вот такие первые задачи, которые субъекты. Ну, естественно, сформировать правительство, почему, потому что по положению правительство уходит полностью в отставку и будем формировать правительство по новой. Журналисты из Чеченской республики подчеркнули, что чеченский народ поддержал выбор Ингушетии в лице Мурада Магомедовича Зязикова. Мне очень приятно сегодня то, что чеченская телевидение здесь. Почему? Потому что действительно, я и сам вырос в розы. Для меня, как и для многих тех, кто там вырос, это был самый родной город, потому что это был очень красивый город. И сегодня уже я об этом как-то говорил, обращаясь к Адмиру Каджи и к Екатериному сегодня, когда мы отмечали. Сегодня позитив, значит, есть. Сегодня в федеральном центре очень многое делает здесь. Но все это надо нам вместе еще и еще раз объединить усилия субъекта федерации, особенно в Ингушетии, с тем, чтобы сегодня быстрее решить вопрос воссоздания рабочих мест, восстановления республики, разрушения, значит, обеспечения безопасности с позиции Ингушетии. Сегодня я готов оказывать всяческую помощь. Почему? Потому что братский народ я как-то не разделяю. Я считаю, что это братский народ и беда прошла. А беда, она проходит, ее надо делить общими усилиями. Сегодня я действительно рад, что есть чеченское телевидение и что сегодня есть корреспонденты такие хорошие. И что сегодня мы сможем принародно обсуждать наши проблемы и большие надежды, что чеченская республика воцарится мир. Почему? Потому что я очень хочу призвать, вот сегодня Ингушетий тоже сказал об этом, средства массовой информации. Не надо создавать образ чеченцев, что они только воевать умеют, что они там, дескать, только привыкли там находиться в экстремальной ситуации. Нет. Это очень мирный, добрый, самобытный народ, который соскучился по работе, который соскучился по мирной жизни. Поэтому сегодня и средства массовой информации надо показывать, какие там, значит, прекрасные башни, какие там добрые традиции, какие там хорошие законы. Есть же и, значит, это все. И вот только вместе, сообща, и во многом пресса должна здесь принести свое. Почему мы не показываем лучшее? Мы должны показывать лучшее. И вот нельзя нам создавать образ наших граждан, любой национальности, чеченской, ингушской, русской, любой. Надо создавать этот образ, что это наша единая Россия, что у нас единая Родина и что мы патриоты этой Родины. Спасибо, уважаемые коллеги. Пресс-конференция завершена.